Первым шагом в Первоуральском производственном объединении Хромпик стало введение паспорта здоровья. Разработан он с помощью специалистов из Московского института физкультуры. В него заносятся основные показатели здоровья человека, данные медицинского контроля, даются советы, как самостоятельно заниматься физкультурой. Получают его рабочие вместе с трудовой книжкой. Можно спросить, а нужно ли это? Нужно, потому что здоровье рабочего – понятие не только личное, но и экономическое. И сейчас на заводе следят, как человек сам относится к своему здоровью. Жаль, что пока Хромпик – единственное предприятие в стране, где у работника есть подобный документ. Химическое производство особенное. Тут и высокая токсичность, и большие физические усилия. Потому так важно, чтобы мог человек после работы снять напряжение, выгнать из тела усталость. Есть на заводе и комнаты здоровья. Много людей занимается физкультурой прямо на рабочих местах. Но успокаиваться еще рано. Конечно, успехи уже есть, но остаются и проблемы. Не так быстро, как хотелось бы, снижается количество профзаболеваний. Много драгоценного рабочего времени уходит на больничные листы. В чем же дело? Может быть, в нашей собственной пассивности. Может быть, в том, что заботиться о своем здоровье сами мы начинаем только после того, как заболели. Да, заниматься укреплением своего здоровья надо как можно раньше. Потому так популярны на хромпике спортивные секции. И не просто популярны. Заводские стрелки из лука – призеры чемпионата РСФСР. В первой лиге выступает хоккейная команда «Объединение». В первой лиге выступает хоккейная команда «Объединение». И делается это все не только по престижным соображениям. Конечно, лестно иметь своих чемпионов, своих мастеров спорта. Но на заводе поняли главное. Чтобы добиться производственных успехов, нужны физически развитые люди. И когда бригады в полном составе участвуют в спортивных соревнованиях, делается это не просто ради массовости. Социологи подсчитали, что у физкультурника производительность труда на 8% выше. Болеет он в году на 5 дней меньше, а зарабатывает на 30-50 рублей больше, чем человек к спорту равнодушный. И работа по укреплению здоровья уже приносит свои плоды. Все мы знаем, сколько сил тратят трудовые коллективы, чтобы повысить производительность труда на 1-2%. В Первоуральске же за пятилетку она выросла на 23%. Так что результат очевиден. Мы рассказали сегодня об опыте одного производственного объединения. Но по таким же программам работают уже более 300 предприятий страны. На Урале охрана здоровья стала еще одним рабочим делом. Редактор субтитров А.Семкин